В 2022 году в Каспийске произошло много положительных изменений. Возводились новые объекты, оказывалась помощь широтам, налаживалось сотрудничество с другими регионами. Все это стало возможным благодаря реализации инициатив представителей депутатского корпуса и местного отделения партии «Единая Россия» во главе с председателем Абдул-Вахидом Джаватовым, а также поддержки со стороны главы республики Сергея Меликова и главы города Бориса Гонцова. Так, в июле уходящего года жители кемпинга получили новый мост, который соединил микрорайон с трассой. Кроме того, в декабре в этом же районе было начато строительство мечети. Рядом с ней также планируется разместить парковую зону. Помимо этого, большое внимание представители власти уделяли патриотическим мероприятиям. В апреле «Единая Россия» и «Каспийска» приняли участие в акции «Сад памяти». Более двух с половиной тысяч насаждений сиреней, лип и фруктовых деревьев украсили улицы города. Также в мае на улице Кавказской появился арт в исполнении Павла Галанина. На фасаде дома изобразили легендарную фотографию комбат. Но все же главным направлением работы стала поддержка военнослужащих, принимающих участие в СВО на Украине. В зону проведения операции было направлено свыше 300 тонн гуманитарной помощи, продуктов питания, средств гигиены, термобелья и многих других необходимых продуктов. Также Абдул-Вахид Джаватов взял на личный контроль и опекунство шесть семей каспийчан, погибших при исполнении своих обязанностей в ходе СВО. Немало событий произошло и в культурной сфере. По инициативе Бориса Гонцова и финансовой поддержки Абдул-Вахида Джаватова в Каспийске появилась этническая студия. Теперь каждый житель может обучиться приемам художественного мастерства и познакомиться с культурой Дагестана.